Всем привет, друзья! Давно мы с вами не виделись. Давайте расскажу, что произошло за эту неделю, даже, наверное, за полторы. Когда объявили карантин, я решила, что буду сидеть дома как приличный гражданин, работать не пойду. Но в четверг товарищ Путин сказал, что карантин продляем до 30 апреля. Естественно, я поняла, что сидеть дома уже больше невозможно, кредиты надо платить, аренды надо платить, все надо платить, поэтому, ну, пришлось идти работать. Для этого я запаслась вот такой вот штучкой, залила туда спирт, ну, и тряпочкой хожу вот это вот все периодически протираю. Сидение переднее я вот так вот отодвинула, переднюю дверь я заблокировала, как бы сюда никого тоже не пускаю, пассажиры достаточно корректно к этому относятся. У меня есть три маски, я меняю их по очередности, то в одной, то в другой езжу, понимаю, что, скорее всего, они уже не работают, но это хоть что-то. Сегодня я все-таки поняла, что, ну, реально, какой смысл задыхаться сидеть, если я уже там четвертый раз ее одеваю, поэтому сегодня я без маски. Ну, лучше, конечно, если не у вас есть, на всякий случай одеть. Как только я вышла работать, Яндекс очень же пропагандировала свои тарифы доставка, курьер. В первый же день я прошла тестирование на курьера, мне включили этот тариф, доставка у меня включена уже давно, и вы знаете, что за всю эту неделю ни одного заказа ни по доставке, ни по курьеру мне так и не пришло. Хотела я для вас снять контентик, но, как правильно сказала продавщица в Перекрестке, что сейчас готовая еда спросом не пользуется. У них даже половину витрины с готовой едой просто убрали. Потому что, естественно, многие сидят дома, им все равно скучно, и почему бы не приготовить какую-нибудь вкусняшку. Но, лично я так и делаю. Расскажите, а вы вообще брали заказы по доставке, по курьеру, как у вас это вообще в вашем городе вообще работает или нет? Детских заказов тоже, соответственно, нету. За всю эту неделю я сделала их только два. Но что тут говорить о доставке и детских заказах? Тут нет и эконома. Иногда приходится стоять реально по часу, по 40 минут очень часто приходится стоять. Перепробеги просто дикие. Объясню, почему. С 1 апреля Яндекс решил пошутить над нами и закрыл нам точку Б. Теперь мы не знаем, куда мы едем. Это знают только те, у кого золото или платина, и активность выше 90. Естественно, что у меня такой активности нету, и золото и платина мне не видать как собственных ушей никогда. Я точку Б не вижу, и это, конечно, какой-то кошмар. Многие недовольны, но сейчас еще это можно как-то пережить, потому что город пустой, пробок нет. В принципе, если тебе пришел заказ, ты уже рад. Но сегодня и вчера меня это просто убило, потому что вчера мне несколько раз давали заказы в пригород. Так как пригород у нас здесь достаточно близко, в течение 20 минут на него можно попасть. Соответственно, это не входит в долгую поездку. Сейчас ты туда приезжаешь, там просто стоишь, там просто нет заказов. Их в Туле-то нет, но в пригороде их нет тем более. Обратно тебе приходится возвращаться пустым. Перепробег получается дикий. Заработок грязными 200-220 рублей. Вот так вот. Также сегодня посмотрите, что произошло. Вы на Щекинской шоссе. Да, у Кулакова у нас есть. Спасибо. Так, и главное, к сожалению, мелочи. До свидания. До свидания. Вот, пожалуйста. Классно, да? 67 рублей. Честно, думала, что таких не существует. Я думала, ну, блин, хотя бы сотку даст. А не существует. У меня просто слов нет. У меня вычли комиссию. Получилось 54 рубля. Чистыми. Классно. И при этом мне приходится возвращаться туда, откуда я его взяла, потому что там нет заказов. Я прокатилась не просто ни за что. Я прокатилась в минус сейчас просто. Просто мне дали заказ в какое-то непонятное место, куда я ехать не хотела. Естественно, не поехала бы туда, если бы знала, что заказ туда. В итоге мне пришлось возвращаться. И после этого мне опять дали такой же дурацкий заказ, который тоже я приезжаю. Это хотя и в черте города, но заказов там просто нет. И тебе приходится возвращаться на ту точку, откуда ты его взял. В итоге получается, что я в круг за два заказа проехала 20 км и грязными заработала 180 рублей. Вообще огонь просто. Класс. Мне очень нравится. Это стёб, конечно, вы понимаете. Но это ещё не так страшно. Страшнее будет, наверное, когда начнутся пробки. Опять будут заказы. То есть стоять в пробках, например, по часу за 200 рублей, потому что не видишь точку B, это тоже неприкольно. Если раньше я многих вещей не понимала, теперь я уже начинаю понимать Анатолию. И планирую, что, может быть, когда-нибудь дойду до такого, что буду просить клиентов заплатить мне больше. Потому что за мелочь ездить просто нереально. Но это не самые плохие новости. Не так давно, месяца полтора или месяц назад, нас в городе порезали гарантии. А сейчас, как вы знаете, гарантии порезали во многих городах. Самое ужасное, что я нашла, это стерлитамак. Просто посмотрите. 3 100 за 50 заказов. Это вообще реально сделать 50 заказов. Это жесть. Но у нас все не так плохо. Нам порезали до 5 тысяч за 35 заказов. Но, если раньше брендированный автомобиль получал больше, небрендированный меньше, сейчас разницы нет. Поэтому не понимаю, какой смысл оставаться в наклейках. Но, тем не менее. Раньше доплачивали за каждый заказ. Теперь мы все по пятерочкам идем. 35 заказов это максимально. Немножечко с цифрами. Я посчитала, что если человек на рядной машине зарабатывает 5000 грязными, то сделать 35 заказов, в лучшем случае он получает 2-2,5 тысячи рублей. Ну, чистыми себе заработка. Но это только при условии, если он это выполнит. Сейчас, конечно, ни о каких гарантиях речи быть не может. Потому что заказов очень мало. И для того, чтобы сделать 35 заказов, я не знаю, ну, это просто нереально. Вот так вот я скажу. Это нереально. Но есть и хорошие новости. Потихонечку у нас начинают выходить на работу. С 8-го числа у нас организации многие заработали. Особенно заводы. У нас их в Туле много. И останавливать производство такое важное, конечно же, надолго не могут. Пока что у нас карантин продлен до 12 апреля в нашей области. Я молюсь на то, чтобы это все закончилось быстрее. Но, к сожалению, статистика заболевших так не думает. И растет прям в пропорциональном вверх. Но больше всего я переживаю, что я не могу сходить в парк. Вчера была классная погода. Я не могу сходить погулять, потому что просто некуда. Везде все закрыто. Насчет заработка. В заработке, конечно, просто печально. И в связи с этими вот точками Б, всеми вот этими ситуациями, получается так, что очень большой перепробег. В итоге ту сумму, которую ты заработал, можно практически делить на два. И практически половина – это будет бензин, который ты заработал. Вот, например, сегодня. Сейчас время 12 часов. Я вышла в половину восьмого. Сделала я 8 заказов. И чистыми с вычетом комиссии 648 рублей. То есть, вы понимаете, да? Ну, где-то рублей 300 я, наверное, заработала. 400. Ну, чистыми. Поэтому эта ситуация очень печальная. Думаю, что многие недовольны. И всех тульских, кто меня смотрит, кто еще не в нашем чате, я прошу все-таки присоединиться к нам в Телеграм. Кого тоже не устраивает эта ситуация. Мы там сейчас обсуждаем, что какие-то дальнейшие планы, возможные действия. Ссылочку я оставляю в описании. Так что обязательно присоединяйтесь. Давайте вместе что-то думать, решать. Потому что Стерлитамаг не за горами, как говорится. С 3100 за 50 заказов – это наше будущее. Ребята, в других городах тоже – это тоже ваше будущее, к сожалению. Пока мы ничего не сделаем. И после этого всего я еще читаю комментарии под своими видео, где ребята некоторые очень умные и не только в комментариях решили надо мной поугарать. Что я глупенькая дурочка, что у меня низкий IQ, что я решила попросить у Яндекса средства дезинфекции. Как я вообще до этого дошла? Как я до этого догадалась? Ну давайте я вот теперь я над вами поугараю. Потому что да, Яндекс не работодатель. Я знаю прекрасно, не надо мне об этом рассказывать. И он не обязан мне ничего предоставлять. Но только у меня один вопрос. А если Яндекс не работодатель, какого хрена Яндекс устанавливает цены, за которые мы будем ездить? Какого фига он скрывает от нас точку B? Он не предоставляет нам полной информации о поездке, не предоставляет информации о стоимости. Он придумал всякие активности, всякие вот эти вот квестики. То есть вас это не смущает, что он не работодатель, но придумал вам условия работы. Это нормально. А вот то, что вот я боролась за то, чтобы он маски выделил, это я дурочка. Мне кажется, что-то ошибка здесь какая-то вышла. Если бы Яндекс выполнял бы все бы условия того, что он не работодатель, и делал бы себя как не работодатель, то это да, никаких претензий к нему бы и не было. Но когда он выставляет тебе все условия твоей работы, но при этом на твои условия не идет вообще, никак не реагирует ему вообще, пофигу, когда он говорит, что он не работодатель, это нормально. Почему бы и нет? Просто делать так, как ему удобно, а вы еще его и поощряете вообще. Красавцы! Вот таким индивидам я советую сейчас срочно пойти в аптеку и закупиться, ну не знаю, побольше вазелина взять. Потому что, представляете, что будет? Вот если сейчас какой-нибудь доктор Комаровский скажет, что вазелин помогает от коронавируса, все раскупят вазелин, и как вы будете дальше Яндекс катать? Подумайте об этом! Обязательно не забудьте мне рассказать, сами вы работаете или на самоизоляции находитесь, какие у вас заработки, как у вас дела с заказами обстоят, да и вообще в городе. Я смотрю, так все начали немножко подзабивать на карантин, людей, конечно, на улице гораздо становится больше, они что-то ходят по магазинам, что ходят, непонятно.